Патрульный ГАИ Крапов отправился в церковь, дабы исповедаться. Смотрим. Здравствуйте, святой отец. Серьезно. Я инспектор ГАИ, так получилось недавно, я остановил вашего коллегу. А он был за рулем в нетрезвом состоянии, и с тех пор меня как-то часто мучает совесть, и я пришел исповедаться. Святой отец, вы меня слышите? Говорю, пришел исповедаться. Ну? Ну, ибо грешен там я. Это логично. А вы меня можете исповедать-то? Что? Я говорю, вы меня исповедать можете? Да, я могу, я такой. Ага, вот. А это, а что мне надо делать? Я просто первый раз в таком месте, и совсем... Это твой отец? А-а-а! Я говорю, что мне надо делать? Что надо делать? Ну это вы мне скажите, что надо делать-то. Кому? Да не кому, я говорю, мне, мне, что делать? А шо ты умеешь? Так, давайте я расскажу вам свою историю, а вы там дальше сами решайте со своим начальством. Вот, значит, 8 сентября я патрулировал, ну, веренный мне участок дороги, вот, и остановил помазанника божьего. Кого? Ну, батюшку. А, ну-ну-ну-ну. Вот. А он был за рулем в нетрезвом состоянии. Кто? Батюшка. Что? Нет, нет, не вы батюшка, тот батюшка. Не, а я тогда кто? Да вы тоже батюшка, я сейчас про другого говорю, я его остановил, вот, с одной стороны я вроде бы прав, но он же выпивший, а с другой стороны, ну, все-таки батюшка. Вот, решил вас спросить, что мне делать-то? А ты кто? Я инспектор ГАИ, я же говорил. А где работаешь? В ГАИ. Кем? Инспектором. А напомни мне, кто ты? Светлый отец, я инспектор ГАИ, работаю в ГАИ инспектором, вы меня там понимаете вообще? Я понимаю, я не понимаю, зачем ты меня сейчас остановил? Да я не вас останавливал. Не меня, так я поехал-то дальше ездить. Подождите, не уезжайте, господи. Я говорю, пришел на исповедь. Это хорошо. Ага. А ты кто? Я инспектор ГАИ. Это плохо. Как зовут? Аристарх. Ари-хто? Аристарх. А-а-а. Так вот, скажи мне калистрат. Это, аристарх. Антистрах, да. Ну ладно. Ты верующий? Верующий, да, батюшка, верующий. В секте участвовал? Нет, нет, никогда. В групповом секте участвовал? Чего? Ничего. Матом ругаешься? А, чё? Через плечо, говорю, матом ругаешься ты. А, нет, 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 стараюсь, чтобы нет. Женат? Женат, да, батюшка, женат, ага. С женой венчаны? Нет, нет, пока ещё нет, но собирайся. В Блуде живёшь? Нет, в Житомире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это нормально. Ага. Подготовка Слушай, не звони сюда больше, я завязал, понял? Мяу, шмар какой-то, ты. Святой Отец. Кто здесь? Батюшка, это я. Батюшка, это я. Нет, ну... Ты кто? Ну как, ну я же, это я, я, я. Антихрист. Аристарх, да. Инспектор, ты что ли? Ага, да, я, 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 я. Так что ты хочешь, ну? Так я же рассказывал. Гаврю, остановил батюшку. Тот был за ним нетрезвым. Там где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви. Батюшка. Что, что? Вы что? Что? Вы же в церкви. Извините. Да ладно. Там где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви и трус. АПЛОДИСМЕНТЫ Святой Отец! ААААААА! Я говорю, пришёл на исповедь, а не на ваш концерт, вы понимаете меня? Зачем? Ну согрешил я. А, это интересно, я люблю рассказывать. Да я рассказывал. Остановил батюшку. Он был за рулём в нетрезвом состоянии. А батюшка был в мясе? Батюшка был в мясе, если честно. Но я не про это, понимаете? Эктор, что ты хочешь? Я тебя спрошу. Ну что же мне всё опять рассказывать? Так, знаете что? Вы вот документы ему передайте, он оставил. Хорошо, передам. А я хотел просто... Тихо, всё, иди, иди, иди. Что, всё что ли? Иди, иди, амон, амон, амон. Что? Аминь, аминь. А А я как бы, вот, волновался первый раз. Ё-моё, это ж мои право. Это чё, ёбл получается, что ли? А-а-а-ас conservи, как сына. Здрасте. Задрасте. Можно? А-а-а-ахист. Аристарх Суперстар, да Расскажи, как все было, а? А вы не помните? А я не помню А я расскажу Пожалуйста Значит, сначала Выезжая со второстепенной Вы отказались пропускать тех, кто едет по главной Ой, и что я сказал? А вы сказали, что перед Богом нет ни главных, ни второстепенных А вот ты человека остановил Человека бы А ты не подумал, может, он не просто так бухает? Ага Может, у него в семье у жены горе? Какое? Муж пьет Вот именно, батюшка Вот именно А что было потом? А вот потом вы собрали пешеходов и повели их через проспект Победы Господи, там же по четыре полосы в каждую сторону Вы обещали, что поток расступится Что было потом? Потом, потом Суп с котом Ё-моё, с каким котом? У меня ж пост Чё? Через плечо, говорю, пост Какой пост? А в Макдональдс кто-то чебурят? Аллилуйя! Сварцал 95 Что увидели, то и спели Но сами посудите, тебе из мата нужно сложить и письмо в суд, и благодарность в детский сад, и еще что-то журналистам ответить? Конечно, но на самом деле самая сложная профессия связана с нашими туристами соотечественниками Нет, это не горничная отеля, не аниматор и даже не бармен, это пилоты самолета Вы спросите, какого? Итак, шел восьмой час трехчасового чартерного рейса «Киев-Ироклеон» Пошли на посадку? Пойдем на посадку Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту чартерного рейса «Киев-Ироклеон» Я понимаю, что это может прозвучать как тост Но для начала, пожалуйста, просьба не бухать, а прослушать важную информацию Уважаемые пассажиры, просьба на протяжении всего рейса Не выключать свои мобильные телефоны, иначе ваши жены будут звонить нам Спасибо Товарищ командир Да Мы долго по Борисполю кружлять будем? Извините Уважаемые пассажиры, еще немного важной информации Мы сделаем пару кружков по Борисполю Так как друзья попросили подождать Валеру По-моему, все на месте Ну вот, Валеру занесли, и мы можем отправляться в полет За весь полет отвечает второй пилот и по совместительству Стюарт и Евгений Запомните, пожалуйста, имя Евгений Не пьющий, не танцующий, на колени не садящийся Стюарт по имени Евгений Не стюардесса по имени Жанна, а стюарт по имени Женя За полет отвечает Не водила, не шеф, не братан дай порулить, не служивый, а значит в бомбардировках не участвовавший ранее, ни Сайгона, ни Перл-Харбора, командир корабля Владимир, приятного полета Если табло зажглось, значит оно на месте А значит на световом табло вы можете прочесть надпись Просьба застегнуть ремни безопасности Ну, а Валеру просто просьба застегнуть Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что наш полет продлится 20 бутылок виски 45 бутылок водки И кега светлого, нефильтрованного Желаем вам приятного полета Пойду проверю, все ли пристегнулись Удачи, Евгений И еще немного важной информации Уважаемые пассажиры, в этот раз никакого Давай полетим через Стамбул Там мой братан Жорик клуб держит Не будет, во-первых, никакого клуба там нет, мы все время проверяли А во-вторых, Жорик летит с нами Товарищ командир Что такое? Там горящий человек по проходу ходит Евгений, все в порядке, это аниматор Они его для этого и взяли с собой Слушайте, может с ними как-то договориться? Нет, Женя, запомните, это не террористы С ними никак не договоришься Понятно Ладно Я пошел Ты куда? Пойду чай раздам Уважаемые пассажиры, буквально через несколько секунд Стюарт Евгений предложит вам чай и другие бесполезные напитки Обожаю этот звук Немного важной информации, уважаемые пассажиры В целях экономии вашего времени хочу сказать, что Толщина иллюминаторов 10 сантиметров Я специально сделал паузу, чтобы все успели отшутиться по поводу 10 сантиметров Спасибо Товарищ командир Да Они там костер в салоне развели Евгений, это что, ваш первый чартерный рейс? Да Понятно Передайте ребятам шампура Спасибо Они еще спрашивают, где парашюты Мы что, падаем? Нет, все нормально Люди хотят выйти покурить Все нормально Понял Я хочу напомнить, что мы движемся в Рыглён из Киева Мы находимся сейчас на высоте около 10 тысяч метров За бортом уже минус 2 человека Что случилось? Нормально, Валера проснулся Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что один туалет находится в хвосте самолета А второй уже возле Валеры Буквально через пару секунд Евгений предложит вам еду А я говорю, что прямо сейчас Стюарт и Евгений предложат всем еду Ах так? Да Ладно Мужчин Да, вот вы с куполами на спине Прекратите смущать батюшку Ну не может он одной рукой одновременно стакан держать и креститься Что случилось? Нормально Вытащите пистолет, пожалуйста Не надо стрелять, просто вытащите и всё Спасибо Представляете, им не нравится наша еда не нравится Уважаемые пассажиры, прошу прощения Сейчас пристегнитесь, пожалуйста, нам нужно сделать экстренную посадку Девушка, пожалуйста, 26 гамбургеров Четырнадцать чизбургеров и два пирожка с вишней И картошку И картошку Воселянске 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 Большую Хватит Сейчас Евгений разнесёт всем органическую еду Есть Давай А вот и еда Уважаемые родители, я хочу напомнить, что маленькие бутылочки виски — это не для детей Всё нормально, товарищ командир Да Да, все успокоились вроде бы Ну вот прекрасно Да, супер Представляете, в интеллектуальные игры играют Это хорошо Вопросы задают Это хорошо Варианты ответов у них какие-то Волчок крутит Какой? Мужики Я как человек вас спрошу Пожалуйста Это не что, где, когда Положите на место чёрный ящик Слушайте Откуда вы всё вот это знаете? Десятый фестиваль — опыт Евгений Понятно Буквально через пару секунд, уважаемые пассажиры, мы предложим вам товары Дьюти-фри Только через мой труп Нет Да Для вашего удобства, уважаемые пассажиры, вы можете приобрести товары Дьюти-фри лично у Евгения в кабине экипажа Скотина Давай А вот и Дьюти-фри Извините, что без стука Что происходит? Вы что себе позволяете? Кто вы такой? Я? Валера Прокурор Чремевская область Тогда отдыхайте Приятного полёта Ух ты Класс Нравится? А? А что класс? Вертолёт и в самолёте Понятно Смотри, а где у тебя тут педаль газа, где тормоз? Это самолёт Здесь нет ни газа, ни тормоза Серьёзно? Да Класс Моя б точно на самолёт сдала Подсобишь? Ага Уважаемые пассажиры, сейчас будет небольшой гараж Благодарочка Пойду Да, удачи Пройдусь Да-да, пройдитесь Подышите Что происходит? Не-не-не, запрое Я забрал Какие деньги за проезд? Что с твоим лицом? Батюшка Христом За грехи? За вискаль Ты что, пил? Чуть-чуть, я не хотел, правда Держи штурвал Правдаешь Я сейчас с ними разберусь Значит так Слушайте меня Я всё-таки командир Я... Немножко влево ведёт Чуть-чуть Здравствуйте 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 Я... Уи Уи Прикольно А у меня не работает Ага... Эй, мышка вас подашивает Пассажир Как зовут тебя? И... И Женя И Женя Он жилой Приятно Очень Куда я летю? Прямо О, я там по пути Подбросишь меня Подбросишь меня Каши Ну и идём на фасад Пошли Да Я говорю Приступаем к посадке Поехали Есть Приступаем Друг Валеры А может и Валера Я Валера только что здесь был Я чувствую Хорошо А по пути Подбросишь меня Открыть закрылки Закрыть открылки Выпустить шоссе Пустите шоссе Опустите якорь Поднять перископ А ты уверен, что за всё отвечает одна кнопка? Конечно Тогда открыть аварийный выход Зачем? Как? А вдруг авария Выход закрыт Понял Классная фишка Приступим к посадке срочно Можно съесть Конечно Садись, братан Спасибо Держись, диспенческая Хватит дуть в руку Диспенческая Держись, диспенческая Северчиская 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 Ты не чётко говоришь Я не понимаю Расскажи Медленнее Чётче Северчиска Нормально Борт 377, разрешите посадку в Иераклионе Борт 377, посадку дозволено Спасибо, через 6 минут ожидайте белый банк без шашечки, выходите без звоночка Авантир, у нас бак пробил Что? Бак Бак пробил Иди подожги хвост Что? Хвост поженческо Ну-ка быстро выполняй приказ командира Все, хвост горит О, бак пробил, хвост горит И машина летит на честном слове и на одном крыле Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо, все будет хорошо Ну что, товарищ командир, мы сели? Честно? Да Если люди хлопают И нет собачки на полоте Тогда мы сильнее Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю, все будет хорошо, все будет хорошо, квартал 95 Совсем недавно Виктор Медведчук сделал себе прививку от коронавируса российской вакциной Так сказать, рука Кремля очередной раз использовала руку Медведчука Давайте посмотрим, как это было Так, идемте, идемте, идемте Виктор Владимирович, проходим, присаживаемся Скажите Да А вакцина точно безопасная? Безопасная, безопасная, не бойтесь Я не то чтобы боюсь, я просто давайте, может, перестрахуемся на всякий случай Все службы на месте? Да все, все на месте, ну не нервничайте вы так Ну давайте проверим, вот смотрите Милиция на месте? На месте Пожарные есть? Есть пожарные, да Врачи есть? Есть врачи ФСБ есть? Есть Извините, никак не могу привыкнуть Ну вот, видите, все есть Все есть, все на месте, ну и нас все на месте, давайте 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 Замечательно Куда колем? Не знаю, давайте Давайте вот Вот в него давайте уколите Так, так а ну разошлись Ну что мы стоим-то? Зачем вы их выиграли? Хватит помогать Не уходите, не оставляйте меня одного Виктор Владимирович, я вижу, вы нервничаете все-таки Ну давайте так, давайте Вот, чтобы вам было спокойнее Давайте позвоним просто Тому, кто уже колол эту вакцину Кому? Ну, я не знаю Путину, к примеру Вы ж можете Вы что, думаете, что он колол? Я вас прошу Заодно и узнаем Ну хорошо Ну, давай Сейчас Алло, Вова Ты колол? Да то, что ботокс колол, я в курсе Вакцину колол? Ага Ну и как? Понял Ну? Успокоились Ну? Давайте Можем? Можем Замечательно Тем более, что вакцина в бо Между прочим, разработка Челябинского КБ Сереж, заноси Ух ты, если стоять, Сережа Тихо, спокойно Доктор, что это такое? Вы что, с ума сошли? Что это происходит? Вакцина от коронавируса Спутник 5 Какая-то странная у вас вакцина Нормальная вакцина Сереж, кали, давай Не надо, если стоять, Сережа Спокойно, отошел Что? Отойди, сказал Подожди Доктор, ну давайте начнем с чего-то другого Ай, господи, ну хорошо Давайте с формальности каких-нибудь Давайте Начнем Заполним анкету Вот другое дело Итак, анкетка у нас Имя? Виктор Отчество? Владимир Владимирович Виктор Владимир Владимирович Родители не выбирают Ясно Семейное положение? Кум Путина Гражданство? Пророссийское Рост, вес? Бутстрой Что бутстрой? Рост, вес, бутстрой У меня компания такая есть Кстати, откуда вы о ней знаете? Да я про ваш рост спрашиваю А, метр семьдесят четыре А рядом с Путиным? Метр пятьдесят Угу, понятно Ну вот и замечательно Формальности соблюли Анкетку заполнили Сереж, Кали Стоять тихо Спокойно Это шел на два шага Не видишь? Доктор потерял Ищет что-то Да, кстати, не могу найти ватку У вас случайно ваты нет? Здрасте У меня в ВПЗЖ одна вата А, вы не про ту вату Вы в смысле про медицинскую Значит нет, ну и ладно Обойдемся без обработки Больше заразы, чем сама вакцина Не занесем, да? Чего? А, ничего, ничего, ничего Сереж, Кали давай Подождите, стоять Спокойно Зачем, зачем в меня таково? Скажи Хорошо, давайте на ком-нибудь другом испытаем На ком? Да не знаю На собаке какой-нибудь испробуем Точно Сейчас Что? Кива Зайди Я прошу прощения Вызывали? Мое почтение Я прошу прощения Тебе надо уколоться Господи Не партия, а мечта Ни на секунду не пожалел Что к вам присоединился Уважаемый лидер партии Держите краба Садись в кресло и делай Все же говорит доктор Давай Как скажете, конечно Оголите руку и поработайте кулачком Я прошу прощения Я просто недавно только поработал Можно хотя бы минут через 15 Что, придурок или что? Он не это имеет ввиду Доктор хочет на тебе протестировать вакцину от коронавируса Я прошу прощения Сереж, Кали Я прошу прощения Скажите, пожалуйста А от этой вакцины будут какие-нибудь там, ну Побочные эффекты? Ну там, головокружение, например Или там, аллюцинации какие-то Зуд в области кармана, понимаете, да? Не должны Жалко Тогда я пошел, я прошу прощения Куда? Подождите А испытать вакцину? А смысл? Я прошу прощения, извини Ну да Все-таки, Виктор Владимирович, придется вам Садитесь Правда, есть еще один маленький нюанс Какой? А, ну значит, смотрите После вакцины у вас пропадут запахи и вкус Подождите, я сейчас ничего не пойму То есть Побочка вакцины от коронавируса Это и есть коронавирус? Не совсем После коронавируса Могут вкус и запахи пропасть А могут и не пропасть А после нашей вакцины точно пропадут Но вам это не грозит Хорошо, а вы ее на ком-то тестировали? Конечно Конечно А вот смотрите Одному пациенту А мы вкололи вакцину А другому Плацебо? Не, новичок Кстати, пациент с новичком прожил намного дольше Да Это тихо, тихо Ну шучу я Шучу, не нервничайте На крысах лабораторных испытывали, конечно Да? Да И как крысы? Отлично крысы Точно? Да точно Точно все в порядке Все живы, здоровы Сидят, хвостами стену сверлят Ооооо Поздравляю, поздравляю Бацина спутник 5 пристыковалась Ой, больно Сережа, ты скотина Подождите, а почему он называется спутник 5? Да потому что только пятый Кому мы ее вкололи А предыдущие четверо? А, ну смотрите Значит, первая крыса Сдохла Вторая сутки продержалась Потом сдохла Так, третья мутировала А вот обезьяна Сдохла Подождите, при чем тут обезьяна? Вы же на крысах все это проверяли Так третья крыса Обезьяну мутировала Кстати, вы банан не хотите? Нет, не хочу Ого Ох ты, ё-моё Что такое? Ой-ой-ой, ноги подкосились Я ничего не вижу, доктор У меня проблемы со зрением Что происходит? Зрение сейчас проверим Пальцы видите? Да А на Донбассе Говорите громче О, извините О, извините Мирович Спасибо Не зря партбилет не выбросил Не зря Виктор Владимир Владимирович Я страшно Давайте Давайте Успокойно Один из основных принципов Владимира Зеленского Стать президентом И остаться человеком И какая разница Где оставаться человеком У себя дома Или на государственной даче Ого Ничего себе Вот это я понимаю Вы лыки будивництва Да Добрый день Здрасте Здрасте А вы кто? А я ваш дворецкий Так сказать Слуга Слуги народа Ну это явно лишнее Я могу с легкостью Обойтись без дворецкого Это вы без Авакова Можете с легкостью обойтись А здесь знаете Без дворецкого никак Все показать Рассказать Сами понимаете Да Кстати Не хотите велосипед продать? Зачем? Ну вы же переезжаете На госдачу Дом свой Продаете Ну велосипед За мной я так подумал Нет Велосипед продавать не собираюсь Мне на нем еще Предвыборные ролики На второй срок снимать Да Понял Я тогда в гараж его поставлю Не-не Вы лучше к окошку прислоните Чтоб Бигусу было видно Понимаю Да Красиво у вас Красиво О Какой прикольный глобус А это кстати Не просто глобус Да Это тайник Серьезно? Да В нем предыдущие президенты Все самое Необходимое Прятают Да Ну например Ющенко Мед Значит Кравчук Конфеты Кучма Коньяк Порошенко Тоже конфеты Но уже с коньяком Скажите А Янукович что прятал? Виктор Федорович Ничего не прятал Он открыть его не мог Мы главное Три раза ему показывали Как Ноль Так два года Волейбол в нем И проиграл Понятно Понятно Да Интересно Интересно Да А вот обратите внимание Неплохой камин Да Серьезно? Красивый Да Что прям дровами топить можно? А я не знаю В прошлом году Здесь документы какие-то жгли Но можно и дровами попробовать Понятно Должен сработать Понятно Скажите А какие тут у вас комнаты есть? Ну не знаю Там гостиная Спальня А Владимир Савич Дело в том что Когда в Межигорье был ремонт Да Янукович здесь жил Поэтому комнаты Немножко иначе называются Надо просто привыкнуть Ничего сложного Ну вот например Вот там Жральня В смысле столовая? Вы просто не видели Как они там Пусть будет жральня Знаете Как было так и было А вот там параша Наверное туалет Ну не знаю В туалете же Наказанные не спят Правильно Пусть будет параша Как и было Вот там Знаменитая Библиотека Кстати Виктор Федорович Там ничего Руками не трогал Да он вообще туда не заходил Ну понятно Значит вот там Комната Сестры Поварихи Другими словами Спальня Виктора Федоровича Вот там Длинная Да это тоже Спальня его В смысле Это же коридор Да Ступеньки смотрите Тоже Спальня Виктора Федоровича В общем где его силы покидали Там и была спальня Такие времена Да Слушайте Какой красивый вид из окна Неплохой Озеро Деревушка Да Кстати если деревня мешает Можем расселить Вы что с ума сошли В смысле расселить Зачем А что такого Я не знаю Виктор Федорович Значит деревня мешала Смотреть на озеро Мы в один день ее расселили Это нормально Не надо никого расселять Вы что Хорошо Скажите мне лучше Кто у меня здесь соседи Это легко Значит вот там Высокий забор Да Это Новинский Ага Вот там Это Бойко И вот этот С высокой крышей Такой видите Шпиль Это Медведчук Подождите Новинский Бойко Медведчук Я не понимаю Это государственная дача Какому государству Принадлежит Интересный вопрос Да Интересно Скажите Порошенко здесь Жил? Нет Порошенко здесь не жил Он эту дачу сдавал Кому? Ну Юлию Владимировну Например Тимошенко здесь жил Ее кстати Здесь учили ездить На коляске Вы бы видели Как она прыгала От радости Когда научилась Прям двойка Скажите А что вот это Дырки в потолке Что это такое? А Это Петр Симоненко Да Когда Коммунистическую партию У нас запретили Вот так сказать От злости Мух Пробками от шампанского Да Поговариваю Кстати Что мухи Последние жертвы Коммунизма В нашей стране Поговариваю Поговариваю Вы знаете Что-то я передумал Сюда заселяться Чего? Да какое-то проклятое место Честно Нет Нет Здесь батюшки Целый месяц Томас обмывали Намоленное место Серьезно? Да Ну ладно Останусь Но мне кажется Тут какой-то ремонт Нужно сделать Ремонтик можно Небольшой Косметический Давайте я вас В чат Жильцов Нашего поселка Внесу Может кто-то Из соседей Поможет Давайте Конечно Я люблю Я люблю Сидеть в чатах Да Так Всем Большой Привет Конечно Я тут Ремонт Затеял Нужна Ваша Помощь Так Я имел в виду Не деньгами У кого Какие Есть Инструменты Виталик 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 Соседи Кто хочет помочь Жду в гости Здрасте Владимир Александрович Виталий Владимирович Здрасте Вы так быстро Вы что тоже за городом живете Конечно Вы знаете Мне в Киеве не нравится Там пробки все время Дороги убитые Мэр какой-то странный Поэтому я тоже за городом Это вам Да Спасибо С новосельем вас Извините Времени на нормальный подарок Не было Поэтому Вот А что там Пустая коробка Я же говорю Не было времени На нормальный подарок Понятно Значит я что хотел предложить Владимир Александрович Давайте Я займусь вашим ремонтом Давайте А у вас получится Вы что Конечно получится Я потомственный прораб У меня дед был прорабом Прадед был прапрорабом Прапрадед был прапрапрапрапрарабом Поэтому я потомственный прораб Давайте так Я вам помогу с ремонтом А вы мне поможете с выборами Давайте так Виталик Я против тебя поставил Ирину Верещу Как я еще больше могу помочь тебе с выборами? Да Ну ладно Хорошо Скажите А кто тут жил до вас? Мне эта дача досталась от Ющенко То есть это Получается что Ющенко ваша бабушка Так получается? Я не знаю как это у вас получается Да ну да ладно Да Я кстати посмотрел фильм «Земляне» Зачем? Вы же сами просили Поэтому я хотел обсудить несколько моментов Да Виталик Я не смотрел этот фильм Почему? А зачем вы тогда советовали? Я был вынужден Ну хорошо Посоветуйте тогда что-то другое про животных Посмотреть Про животных? Ну я не знаю Много фильмов интересных Посмотрите «Хатика» Хатика А! Хатика! Это там где Собака хозяина ждала целых полтора часа Да Вообще-то пес ждал хозяина 7 лет 7 лет? Да Так это что получается? Что я не до конца досмотрел? Это сериал что ли? Да Пожалуйста Что такое? Ух ничого собі понастроили Скотиняки на вилабе всіх посадить Зачем вы Ляшко пригласите? Я его не приглашаю Ляша Это что, дом в котором жили президенты? Да Ничого собі прям не верится Ляшко покрепше Я прошу прощения А что вам надо перенести? Самотність Так Шо? Шо? Виталий, Олег Валерьевич Шо? Не прибедняйтесь, пожалуйста Какое одиночество после того, как вы объединились с Юлей? Вообще, зачем вы это все начинаете здесь? Я не понимаю О! Кто там пришел? Здравствуйте Здравствуйте, пане президент Здравствуйте Виталий вас Здравствуйте И с новосилем Так за вас рады Спасибо, Юлия Владимировна Спасибо А ось и моя ситуативная подруга Мы с Юлией Владимировной вам такий тут ремонт забабахаем Представляю Да Мы с Олегом Валерьевичем, шо в житти, шо в політиці, розуміємо одне одного співслова Бо мы одна єдина шо? Ко-ма-ха Ну яка комаха, Олеж Так, послушай Что касается меня, я вообще не верю в ваш союз О, только не надо оце наговорить Мы одне ціле Я постоянно с Юлией Владимировной Вона в рейндж-ровер, я за нею Вона в магазин, я за нею Вона на переговори, я Вона в туалет, я за нею Я просто не хочу пропустить той момент, коли вона почне мене обдурювати Не слушайте, це Олежа так жартує Ми дійсно з ним одне ціле Як містер і місі Сміт, да? В смысле? Ну в тому смислі, шо Хочемо один одного вбити, но якщо треба, можемо переспати Так, не треба посвящати мене свій Хто там іще? Господи Здравствуйте, Володимир Олександрович Здрасте, Петр Алексеевич, здрасте Що? Бачу, все ж таки переїхали на державну дачу, да? Переїхав, да По трішечки, як то кажуть, входите во вкус Так, Петр Алексеевич, ну хоть вы не начинайте, пожалуйста Пришли помогать з ремонтом, помогайте, я не знаю Так а навіщо тут ремонт робити? Наче б то все по-багатому Ну, поэтому і нужно зробити ремонт, щоб тут було не так по-багатому, як зробили ви Так, пожалуйста, Віталік, перестаньте, давайте займёмся ремонтом нормально Ну, що за детський сад, в конце концерта? Хорошо, хорошо Давайте Все, давайте, тільки можна нам з Юлію дати задання поважче Поважче дати задання? Поважче Ну, значить, беріть лопати, ідіть, вместе копайте яму під каналізацію Я перепрошую, а обязательно вместе? Да, ну, вместе-то ви себе яму быстрей выкопаєте, правильно? Поняла? Да Я перепрошую, пане президент, а що ви плануєте в цій кімнаті зробити? А в цій кімнаті що буде? Значит, смотрите, Юлію, Владимирівню, це буде рікрі... 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 Рікрірі... Рікрі... Віталік, відійдіть від мене, пожалуйста Это будет рекреационная комната. Ага. Ну, смотрите, если вы планируете тут отдохнуть, Володимир Александрович, я бы на вашем месте в этом закутке поставила бы склянный мист. Не боюсь. Тут, Виталик, уйдите, пожалуйста. Виталик, уйдите, пожалуйста. Кажу, что я бы на вашем месте тут книжковую полицию поставила. Полочку, конечно, я люблю читать. Обязательно поставлю. Чуете, Володимир Александрович, хотел вас запитать. А что, Мендель действительно беременна? А нет, конечно. Это просто кто-то, не трогайте мой велосипед, это кто-то просто распространяет слухи, чтобы бросить на меня тень. То есть, получается, этот кто-то хочет вас скрям-прам-прим, скрям-прам-прим, скрям-прам-ремонтир, смотрите, сам от себя я отойти не могу. Что мне надо... Я сам от вас отойду, господи. О! Володимир Александрович, я же забыл, я же до вас, как-то скажет, не с порожними руками. Ось, ось. Ничего себе. Вычиняйте. Открыть. Ну давайте, пожалуйста. Открыто уже? Это я просто в магазине проверял. Ну, с новосилем вас. Не, не понял. Петр Алексеевич, вы на мой подарок не налегали бы так сильно? Спокойно, спокойно. Я свою норму знаю. Сидайте, Володимир Саныч. Слушайте, а у вас же цей дід був фронтовик, правильно? Правильно. Всю війну пройшов, да? Да, ну пройшов. А к чему вы это спрашиваете? Та я не розумію просто, навіщо ви Кравчука головним на переговорах зробили, а? Ви що, дійсно думаєте, що тільки дід у війні перемогти зможе? Це ж додуматися, а? Прибрав Кучму, якому 81. Да. І поставив Кравчука, якому 86. Ну і що? А якщо у Кравчука не вийде, кого ви наступним на переговорах відправите? Чапкіса? І який в нього буде сценарій вирішення конфлікту, а? Цей дипломатичний посудобель, а? Чи що? Так, Віталій, перестаньте сміятися. Федор Алексеевич, пожалуйста. Ай, адаптивний карантин він запровадив. Ну, типу карантин, але не у всіх областях. Знаєте ви хто? Хто? Ви адаптивний президент. Ось ви хто. Ну, типу президент, але не у всіх областях. Федор Алексеевич, дайте-ка я заберу свій подарок от гріха подальше. Все. Звінити. Добрый вечер, Владимир Александрович. Здрасте, здрасте. Здрасте, Игорь Валерий. Здрасте. Да, вы как раз вовремя, мы почти все закончили. Если бы вам еще три года осталось. Игорь Валерийович, опять вы со своими шуточками. Да. Что это у вас в руках? Это подарок вам на новоселье. Держите, держите. Да, что это такое? Последняя японская разработка. Умный дом. Да? Да. Умный дом. Интересно. И насколько же этот дом умный? Настолько умный, что в отличие от меня не стал бы вкладываться в политические амбиции комика без письменного договора. Так, и что же умеет ваш умный дом? Все. Да? Да. И что, и пожарная сигнализация есть? Конечно. Когда в доме пожар, угонтаривай. Тут веселая музычка играет. Так, это мне точно не подходит. А скажите, он может там, ну не знаю, по хлопку там свет включиться, выключиться? Ну конечно, я же говорю, последняя разработка. Попробуй. Ну давайте попробуем. Что-то ваша хваленая система не слушается. Боже мой, Владимир Александрович, вы второй год президента до сих пор не поняли, что система слушает только меня. Так, Игорь Валерьевич, пожалуйста, забирайте свой продуманный дом и уходите. Хорошо, я уйду. Только напоследок можно маленький вопрос? Давайте. Скажите, Владимир Александрович, а вы видели, как я на своем канале вам приветик передал? Нет. Подождите, что вы не видели, как у ведущей новостей во время программы зуб выпал? Увидел. Ну и что, ничего не поняли? Нет. Даю маленькую подсказку. Фамилия ведущей Падалка. Ну и что? Шо-шо, рейтинг, Вова, рейтинг. Так, Игорь Валерьевич, ну перестаньте уже в конце концов. Вот пришли результаты последнего соцопроса. Да. И что здесь? Ну, в принципе, народ не против, чтобы вы переехали на госдачу, но только в том случае, если начнутся обещанные посадки. Ну что делать? Ну хорошо, ну значит будем сажать. Будем сажать. 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 Да вы не поняли. Я говорю, берите лопаты, саженцы, идем сажать. Да. Ну посадки так посадки. В конце концов, давай, берите, пожалуйста. Жадить уже отсюда надоело